Уже почти полтора месяца, как Московская область перешла на цифровое телевизионное вещание. Однако у некоторых жителей до сих пор остались проблемы с приемкой цифрового сигнала. Именно поэтому на помощь им приходят волонтеры, которые помогают настроить новое оборудование. Галина Федоровна Картахова проживает в 18-м доме поселка подсобного хозяйства Суханово. Когда вся область перешла на новый формат вещания, пенсионерка отдыхала в санатории. Вернувшись, она поняла, что сама не в силах разобраться с нововведениями. Я пошла в соцзащиту. Говорю, надо там выяснить, потому что говорили, что если что, обращайтесь в соцзащиту. Ну и я сходила, там мне сказали, говорит, хорошо, придем, пришлем мастера. Он придет, посмотрит, наладит. Уже через несколько дней инженер связи антенной службы Видновской дирекции киносети вместе с активистом местного отделения партии «Единая Россия» были дома у Галины Федоровны. Сама процедура установки телевизионной приставки заняла всего несколько минут. В комплект входит сама цифровой тюнер, розеточка ТАТ-220 используется и отдельный дополнительный пультик. Самый сложный процесс подключения – это незнание именно той технической части, которая именно нужна была для того населения, которое никогда не сталкивалось именно с этими процессами подключения. В рамках партийного проекта «Старшее поколение» «Единая Россия» проводит региональную акцию «Цифровое телевидение». Акция по переходу на цифровое телевидение началась 15 апреля. «Единая Россия» активно принимает участие и помогает жителям Ленинского района в подключении. Курирует эту акцию секретарь местного отделения и по совместительству глава Ленинского муниципального района Валерий Николаевич Венцель. Несмотря на возраст, Галина Фёдоровна любит активно проводить свободное время. Несколько лет назад вместе с подругой летала в Египет, а сейчас два раза в год посещает дома отдыха. Там она попробовала себя в изобразительном искусстве. Часть картин на стенах – её собственные работы. Но даже сидя дома, теперь пенсионерка сможет смотреть телевизор в новом цифровом качестве. Дмитрий Книга, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.